всем привет всем привет на канале рб хоккей где мы говорим только о хоккее с вами павел лысенков и первую очередь вам хочу сказать что на канале рб хоккей есть много классного хоккейного контента прямо сейчас там вас ждет свежий выпуск передачи отдел хоккея где мы с экспертами виталием славиным максимом лебедевым и сергеем гимаевым обсуждаем горячие хоккейные темы там есть очень много прогнозов на нхл кхл скоро будет на сборную россии на олимпиаде кстати я там дал прогноз тотальный кто выиграет олимпийские игры в пекине в хоккейном мужском турнире загляните по спорте и сделайте свой прогноз а сейчас мы давайте обсудим матч который нас ждет совсем скоро бостон принимает дома вашингтон что я об этом думаю ну давайте не забывать что бостон совсем недавно у работал вашингтон по полной программе со счетом 7-3 это связано с тем что брюинс очень хорошо начали 2022 год прямо не победная серия то лучшая команда 22 года если считать с января они сели на горячего коня и скачут без оглядки все у них порядке у бостона может быть не помешало бы получить вратаря ту караск вроде бы обещает скоро вернуться пока он находится ахл но в целом первое звено горит огнем и маршан и пастернак и биржерон вот все они защитник гризлик легко может набрать 5 очков за матч то есть бостон великолепен правда последняя игра им не удалась они дома уступили 1 7 каролине на этом можно сказать повод для расстройства но с другой стороны повод для мотивации потому что через день играя снова дома будет горячее желание обыграть разгромить вашингтон чтобы справиться перед всеми болельщиками за ту неудачу вашингтон в январе выиграл два раза из семи матчей последних трех играх были две победы но победа получается натужными овечкин забивает трех матчах подряд это здорово но с тем же винипегом удалось выиграть в овертайме но при этом вашингтон отыгрывался спасал матч со счетом 02 и все было не так весело плюс не будем забывать защите дмитрий орлов дисквалифицирован на два матча это серьезная потеря в целом я бы предсказал что здесь будет наверное снова результативный матч что-то больше пяти с половиной при этом я бы взял победу бостона в основное время в целом этот коэффициент при двух условиях равен 325 жирный кэф с ним можно играть победа бостона у себя дома и тотал больше пяти с половиной что думаете вы давайте обсудим лайки подписки комментарии и прямо сейчас после этого прогноза идите смотреть свежий выпуск передачи отдел хоккея